Продолжаю отвечать на вопросы, теперь на вопросы, которые я получил в живом журнале. UA1 ОСМ. Вопрос такой, на каких условиях вы могли бы сегодня возглавить правительство? Ну, чтобы была принята моя программа, и чтобы я делал в правительстве то, что я считаю правильным. У меня есть вот такое представление. В большой политике человек должен делать то, в чем он сам убежден, если это серьезное дело. Это же касается и того, чтобы посылать правительство. Но я готов делать то, в чем я уверен. Григорий Алексеевич, можете ли вы сменить Путина на его посту и реально добиться принципиальных улучшений в экономике? На каких условиях? Или же вас так же съедят чиновники, как съели Михаила Евдокимова? Просто на протяжении последних 12 лет правления Путина во всех его личинах я не вижу знаковых улучшений нигде. Не называть же улучшениями некоторые его реставрации условий жизни Совка и прекращение Бардаха 90-х. Ну, по порядку. Могу ли я сменить Путина на его посту? От вас зависит. Просто прямо от вас. Путина можно сменить. И это будет правильно и нормально тогда, когда большинство граждан страны это захочет и использует для этого законные легальные процедуры. Например, выборы. Парламентские, а потом президентские. У вас же об этом именно и спрашивают. Ну, вот не конкретно у этого, так сказать, юзера из ЖЖ, а у вас у всех. У нас у всех. Поэтому от вас зависит. Хотите поменять Путина? Давайте поменяем. Вот. И реально добиться принципиального улучшения в экономике? Можно. А условия, о которых вы спрашиваете, это одно условие. Чтобы вы это поддержали, вы голосовали. Первым шагом является голосование 4 декабря. Это реально первый шаг к этому. Мало того, если вы в массе своей, то есть мы с вами, вот вы, избиратели, 60-70% придет и проголосует, и будет хороший результат у Яблока. Нет более надежного способа объяснить властям, что народ поддерживает других людей, другую альтернативу и другие идеи. Вот и все. Что касается чиновников, которые съели Михаила Дагимова, я не сразу сообразил, о ком речь. Но думаю, что сейчас я понял, о ком речь. Да чиновники и бюрократия могут съесть кого угодно, только чтобы их интересы не затрагивались. Кого угодно могут съесть. Вот. Ну, что еще вам сказать? Политику Путина экономическую, социально-экономическую я не разделяю. Не поддерживаю. Я предлагаю альтернативу. Даниил Лесной. Григорий Алексеевич, очень важный вопрос. Ситуация с Прохоровым наглядно продемонстрирована, что в каждой партии есть смотрящие от кривля. Скажите, а в вашей партии это кто? Пусть страна знает своих героев. Кстати, не удивлюсь, если вопрос без ответа останется. И он же пишет дальше. Григорий, кстати, мой вопрос не для провокации. Просто хочу посмотреть, насколько вы честны. А с остальными партиями, понятно, подкоглосенькие. А хочется альтернативы. Вот самое последнее, что вы сказали, это точно. Просто нужна альтернатива. Вообще, политика начинается тогда, когда есть альтернатива. Пока нет альтернативы, это все скулеж и жалобы, и критика, которая ни к чему не ведет. А настоящая политика тогда, когда есть альтернатива по существу, то есть программа, другая, другой подход к жизни, другая политика. Есть персона, которая это в себе аккумулирует, собой это представляет. Это и есть настоящая политика. И вы можете сказать, вот нам нужен не Путин, а другой человек. Нам нужна не политика Путина, а другая политика. Говорите, какая. Пока вы не говорите, какая, все бессмысленно. Ну вот, а теперь насчет смотрящих. Ну, я не знаю, кто, что значит смотрящие. Конечно, мы разговариваем с властями, ну а как же, все разговаривают с властями, но мы остаемся при своем мнении. Они нам говорят, вы там, тот и тот, а мы говорим, да нет, мы думаем по-другому. Вот мы встречаемся с президентом, он нам говорит свое, а мы ему говорим свое. Он с нами не соглашается, а мы остаемся при собственной точке зрения. А какие нам еще? Мы открытая партия, мы ничего не прячем, все написано в наших программах. Нам нечего прятать, нам нечего. Нас Кремль не создавал, а поэтому и смотрящих мы к себе специальных не берем. Они нам не нужны. Мы всех точно знаем, все люди, которые работают с нами на ответственных постах, это люди, которые в партии 20 лет. Нас никто не создавал искусственно. Я за это ручаюсь. Вот и все. А люди бывают разные. Поэтому вопрос не в том, кто разговаривает, не разговаривает, кто смотрит, кто не смотрит, а вопрос в том, какие у вас взгляды, убеждения и что вы делаете. Разговаривать нужно со всеми, иначе будет гражданская война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова